В Екатеринбурге, в отделе социального служения Екатеринбургской епархии, составили список православных батюшек, которым разрешено посещение красных зон. Ну, не тех красных зон, в которых чалятся бывшие менты и прокуроры, приступившие закон, а красных зон больниц, в которых лежат тяжелые ковидные пациенты. Друзья, зацените тему клирики и клиники. Сразу на старте поясню, что живого видео из красных зон с батюшками мы сегодня не покажем. Отцов туда пускают, а видеооператоров нет. Но епархия распространила несколько фоток из красных зон, ну и видно, что под сизом просматривается красное облачение священника. В епархии отмечают, что до сих пор в красные зоны клиник исповедовать, соборовать и причащать православных больных ходили руководитель отдела социального служения епархии протеерей Евгений Попеченко, руководитель информационного отдела епархии протеерей Максим Миняйло и не руководитель какого-либо отдела, а просто настоятель храма, святителя Иннокентия Московского иерей Илья Александров. При этом добавляют и другие, но их имена почему-то не называются. Теперь список этих отважных батюшек, рискующих здоровьем, расширился. И это важно. И важно прежде всего для ковидных клиентов. Вот считается, что в крещенной Руси матушке православных 70-75% населения, а в храмы реально ходят и причащаются святых христовых тайн процентов 5. А все почему? Да потому, что в ежедневной суетливой беготне даже крещенные люди забывают о Боге, не считают нужным причащаться, а ведь причащаясь святых христовых тайн, мы становимся одним целым со Христом, создателем реальности. И если в здоровеньком состоянии, вне стен клиники, кому-то может и не важно быть одним целым с Богом, то в больнице, в красной зоне, в тяжелом состоянии это становится важным. Человек, лежа на койком месте, задумывается о смысле жизни, вспоминает о Христе, о царстве и славе. Ну, в общем, как в окопе нет атеистов, так и в красной зоне. Православные, которых пожирает страшный ковид-19, вспоминают о своей крещенности и желают исповедаться и причаститься. Бывает так, что человек находится при смерти, и он хотел бы христианское напутствие получить. Мы всегда надеемся на выздоровление и должны идти, чтобы быть рядом с человеком. И если еще недавно визиты батюшек в красные зоны были полуподпольными, то сейчас отработан протокол поведения. Вот как заказать себе причастие из красной зоны? Об этом поведал протеерей Евгений Попеченко, одним из первых батюшек, рискнувший зайти с крестом, евангелием и святыми дарами в эпицентр ковидной опасности. Цитирую его. То есть все очень просто. Главное, чтобы нашлись желающие причаститься и батюшка. Ну, а уж Христос всегда среди тех, кто собрался в его имя. Друзья, завтра двунадесятый православный праздник. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И в этот мамочкин праздник сам Бог велел причаститься. Хоть в храме, хоть в красной зоне. Мы несколько случаев таких знаем, когда впервые человек приобщился, будучи крещеным давно, но храм не посещал. И в момент тяжелый, критический, он призывал священника, получал на путстве исповедь, святое причащение. И, ну, к сожалению, покидал этот мир, но покидал его уже приобщенным святым тайнам Христовым, покидал христианином, истинно правильно закончившим свой жизненный христианский земной путь. Поэтому священник должен быть всегда с людьми. Чисто технически безопасность православных батюшек, еще не переболевших девятнашечкой, в красных зонах обеспечивается сизами. Как сообщила руководитель отдела милосердия, православной службы милосердия нашей епархии Татьяна Ананина, средства индивидуальной защиты священникам выдают сами больницы. Но, кроме того, у службы милосердия на сегодня есть в наличии 100 защитных костюмов и 50 очков, подаренных фондом Святой Екатерины, которые могут выдать по запросу священников. Ну а кроме красных зон, православные отцы причащают и на дому. Да, есть такая опция для тех, кто 65+, кто сидит дома на самоизоляции и не может помолиться в храме. Тут протокол вызова священника еще проще, чем в красной зоне. Звонишь знакомому батюшке, договариваешься о времени, и он выезжает с Евангелием, крестом и святыми дарами. Ну вот, как я и говорил, стесняться не нужно, раз сидите дома, вот дома и приглашаете. И мы с вами отслужим все соответствующие таинства, которые в необходимости наверняка у вас есть. И пособоруемся, и причастимся. Ну вот сегодня мы пришли для того, чтобы причаститься. Спасибо вам большое. Спасибо большое. У нас сегодня праздник. Сегодня у нас праздник. У нас сегодня пришел к нам батюшка, отец Илья, причастить нас. И для нас это очень важное событие. Потому что сейчас мы на самоизоляции, возможности в храм у нас ходить нет. И мы очень благодарны батюшке. И желаем всем, кто не может сходить в храм, причащаться дома и вызывать батюшку. А кроме батюшек, в период пандемии в епархии активизировались добровольцы. Среди православных, которые стремятся делать добрые дела, ну конечно не на показ, есть те, кто привозят лекарства и пропитание людям, сидящим в заперти на карантине. И есть сестры милосердия, которые помогают медикам брать у пациентов тесты на ковид. Девятнашечка косит ряды врачей и медсестер. И им приходят на помощь сестры милосердия. Блин, прям как на войне. Но не хочется завершать репортаж на слове войне. Вот вам главный православный посыл. Благодарность и любовь.